Около шести лет назад, как я говорила, я приехала сюда как таким же человеком, который за спиной оставил свой опыт. И с 18 лет я предприниматель, можно сказать, даже с 16, но там это было не совсем на себя, но я уже в предпринимательстве очень давно и всегда старалась работать на себя, несмотря на смену страны и ситуации, которая в мире происходит. Все помним выворачиваю революцию, я в это время покинула Крым, я там прожила 10 лет и потом вернулась обратно в Украину в город Киев, потому что сама с Киева, ну и вернувшись после 10 лет, ну опять же, все начала строить с нуля, открыла магазин, я там занималась крымской косметикой. Сказать, что я привязана к какому-то конкретно виду деятельности нет, то есть знаете так, держать нос по ветру, то есть что в данной ситуации, в данный момент дает вселенной, где есть возможности, берем их, используем и работаем, да, и в работе обязательно найдем или людей, которые дадут вам или новый толчок в новый бизнес, да, то есть не останавливаться всегда, двигаться вперед, не опускать руки. Здесь есть некоторые фрагменты, что мне удалось создать за время, пока я здесь не была предпринимателем, но я ходила на такие же встречи, как сейчас мы сегодня с вами. Я организовала сама мастер-классы «Как достигать целей». С девочками мы мечтали, я обожаю этот мастер-класс «Карта желания», когда мы вырезаем образы, чего мы хотим достигать, все это приклеиваем и потом дома храним. У меня даже сегодня висит карта, уже, конечно, новая созданная, с новыми целями, но рекомендую этот способ тоже, даже с детьми, если у вас есть семьи, делайте, учите детей тому, что то, что вы хотите создавать, а вы хотите создавать бизнес, пусть они учатся привлекать эти способы разные, возможности в свою жизнь. Сотрудничество, да, как Константин тоже сказал, в Польше я уже начала тоже сотрудничество, и здесь мы создали такой общий проект, это была действующая франшиза «Мини-босс». Девочка взяла франшизу, которая позволяла обучать детей предпринимательству в маленьком возрасте, финансам, как открывать счет и как управлять финансами, вот, и у меня даже такое было сотрудничество. Первая шаги на работе труда, это от фундации, которая называется «Наш выбер», может кто-то знает «Украинский дом», слышали, да? Да, я вместе с Аллой Маевской мы написали проект, и в рамках которого вот выиграли грант от фундации, и мы сделали такой мастер-класс «Первые шаги на рынке труда», и я говорила тоже о достижении цели, о том, как правильно найти работодателя, скорее всего, возможно, у вас есть в своем багаже этот опыт, что работодатели не подписывают договора, обманывают и так дальше, да? То есть мы говорили о том, как правильно трудоустроиться, написать CV, письмо мотивационное и так дальше. И мастер-класс на день независимости тоже по целям. Ну, это немножко то, моя история до того момента, как я пришла к предпринимательству. Итак, что мы делаем на сегодняшний день? Мы, как компания, мы помогаем создавать, вести бизнес в Польше, да? То есть мы помогаем при регистрации в компании легко и надежно. Для кого? Для всех, кто желает открыться, предоставлять свой бренд, продавать не только на территории Польши и на территории всего Евросоюза. Ну, в принципе, даже за его границами. Услуги, которые вы сможете у нас получить, это регистрация компаний, бухгалтерское сопровождение, бизнес-клуб, инкубатор предпринимателей. Обо всем этом я рассказала, кроме бизнес-клуб. Да, у нас был образован некий такой бизнес-клуб. Это выглядело так, как мы с вами сегодня собрались. Мы обсуждали насущные проблемы. Это были действующие предприниматели. Я приглашала налоговиков, податковых, юристов. Мы разбирали узкие темы в какой-то либо конкретной бранже, что делать в такой ситуации, как правильно и так дальше. Потом был коронавирус. Мы все это ушли в онлайн или кто куда. Ну вот только начали, как скажем, сегодня опять собрались, организовали встречу 2-3 недели назад. И нам сегодня объявили, что нас снова ждет опять красная зона. Поэтому. Итак, давайте теперь к главному. Кто же может создать свою компанию в Польше? Как вы думаете? Все могут создать? Любой семью, который не имеет криминальных путей. Да, совершенно верно. Самое главное быть не у Кораны. И даже не обязательно находиться здесь легально. То есть можно компанию даже открывать дистанционно. Вчера, кстати, был у меня определенный кейс. У меня, конечно, миллион каждый день. Все. Хочу сесть и все их выписывать и делиться. Человек 3 года не может переоформить фирму, потому что по каким-то причинам не может вспульник въехать. Я говорю, ну так сделайте подпись онлайном. Он говорит, а что так можно? Ну то есть можно, сразу говорю, какие бы у вас ни были сложности, если вдруг что-то с вашим вспульником случится, он не сможет въехать или так дальше. Знаете о такой возможности, что можно без присутствия сделать электронную подпись. Итак, создание компании. Сейчас мы разберем шаг за шагом, как можно создать свою компанию. Первое. Есть два основных способа. Это интернет и через нотариуса. Что нужно помнить? Что с помощью интернета присутствие, видите, здесь обязательно, плюс электронная подпись. Для чего указалось здесь присутствие обязательно? На тот момент, скажем так, презентацию здесь вот этот момент, видите, я не изменила. На тот момент нужно было подтверждать лично эту подпись. На сегодняшний момент уже модифицирование своих договора, и это можно сделать дистанционно. Или через нотариуса, и это сделать без присутствия. Можно и с присутствием, но через нотариуса это без присутствия. Итак, давайте разберем детали. Первое. Что нужно сделать, если мы идем через интернет? Можете записывать. Вам необходимо будет зарегистрировать себе на платформе ЕКРС, здесь оно написано, сделать себе контакт. Оно делается очень просто. регистрируйте его с помощью подтверждения своего эмейла. У вас есть некий кабинет. Если, возможно, вы воспользуетесь услугами, это очень важный момент. Обязательно попросите, чтобы вам передали управление этим кабинетом. Опять, очень частная первая ошибка, когда человек пришел, положил деньги на счет, человеку на стол, и думает, что ему все откроют, и так дальше. Проходит год, два, три, он хочет что-то изменить, зайти в кабинет невозможно. А где ваши паролики? Я не знаю, что так можно было, а что они есть. То есть, нет вообще понимания, что такой кабинет есть. Да, он есть, вы должны о нем знать. Это управление вашей компанией. ЭКУАТ или подпись квалифицированная. Что это такое? Это электронная подпись, с помощью которой вы будете подписывать созданные в этом кабинете документы. Не у нотариуса лично, а созданные документы этой подписью. Что необходимо? Временная прописка. Для чего сделала и выделила так временная прописка? Потому что документ, который, да, пожалуйста, документ, который мы там подаем в КРС, служит с 2018-го, является обязательным. Мы подаем информацию, где адрес дорэнчэнь особы, кто разложен за фирму. Тебе я переведу. Или все понятно по-польски? Человека, который презентует фирму этот адрес дорэнчэнь. Так? И для того, чтобы вы легально имели право там получать письма, то вам, естественно, надо иметь право на использование этого адреса. Поэтому здесь и идет временная прописка. Сколько времени это занимает? От 3 до 14 дней. Ну, у меня в кейсе есть даже фирма, которая за один день открыла, но это не является правилом. Так? То есть правило это от 3 до 14 дней. После чего? Что у вас после регистрации вы получаете? НИП и Регон. НИП налоговый, Регон и номер Корреса. Номер Корреса присваивает вот этот рест, где регистрируются все компании. После этого в обязательном порядке нужно открыть счет, на который необходимо внести уставной капитал. И не секрет, что на рынке уже устоявшиеся мнения, что вообще его не надо вносить. Давайте здесь разберем, да? То есть теоретически да. Но давайте разберем практически какие документы под это должны делать. Если люди эти занимаются, то проконтролируйте, чтобы они это сделали. Этот документ называется внесы, так, о том, что вы взяли эти деньги и внесли в год уфца. Потому что счета у вас нету, подтверждение, что вы внесли эти деньги. И вот этого как бы корешка, что вы внесли эти деньги свои в кассу, эти пять тысяч, у вас тоже нет. И была у меня такая ситуация, что когда пришла ко мне компания, у нее на билансе пяти тысяч нету ставного капитала. Как нету? Ну начали выяснять, бухгалтер сказал, ну вы же не дали нам подтверждение, что вы его внесли. То есть при регистрации вы подаете освещение, что вы этот капитал обязуетесь внести и что он внесел. а подтверждением, то есть вы на себя как бы взяли обязательное, а подтверждением является вот этот документ, что касса пшиела, касса ваша приняла эти пять тысяч и внес их, что управление приняло решение этот капитал в готовце держать. Все, тогда бухгалтер знает и кидает это на готовку. Очень маленькая вещь, о которой мало кто знает, но себе запишите, запомните, она нужна и важна. Дальше, ваше обязательство как руководителей. Эти документы безусловно готовит бухгалтер, но ответственность на вас. Помним, самое главное, что в нашем бизнесе запомнить, что бухгалтер не может нести ответственность за весь ваш бизнес. Если чего-то не приготовили, он может сказать всегда, ну вы же не попросили. Вот так в Польше теперь. Безусловно, и мы сейчас говорим о Польше, да, я на этом делаю акцент не потому, что это только у нас, а объясняю, как это работает. И если вы с этим столкнетесь, то не надо сразу бежать от этой компании. Это норма, к сожалению, это правило, по которым здесь так работают. И можем ли мы это изменить или нет? Я думаю, что мы можем это изменить как клиенты, когда нас будет больше. Потому что если поляки у меня, например, все чаще приходят даже на консультацию поляки с целью, они не знают вообще, как трудоустраивать правильно этих иностранцев, он говорит, я три дня бегаю, я ничего не могу понять, это невозможно, мне кажется. это возможно. Он говорит, но я на инфолинии по 30-40 минут, они мне дали чуть-чуть информации, потом я столкнулся еще с чем-то. Я к чему? Что они, когда приходят на консультацию, они настолько спрашивают, а вы это можете сделать? А это? Наши приходят, а вы что это? Гоны роботы? Да. Сто питать всегда, почему так? Да, и немножко спритерили, а почему вы этого не довели? Потому что рынок такой, так? Поэтому мы стараемся со своей стороны, слышав, желание потребности максимально поддерживать, но всего не хватит, безусловно. Правда? Тут я вас перебью, Люда. Тут, если вы богатеру не сказали, что нужно платить, то у вас два года не будет звонить. Но платить что? Не, нескольку, Ну, безусловно, да. Зусыпи, да. У нас была компания, которая сказала, а вы же не сказали, что это платить. То есть, он получил, давайте, кто-то один будет говорить, он получал от нас суммы налогов, говорит, но вы же не написали, что их надо платить. Вот, то есть, ну, вроде мелочь, да, оказывается, но есть и такие истории, правильно? И я понимаю, что теперь надо говорить, что налоги надо платить, что мы просто так не считаем эту информацию, да, поэтому пока не столкнешься с этим, конечно, не наберешься опыта. Итак, вот не 8 ват-эр, поцц, это делает бухгалтер, но я вам говорю о том, чтобы это вы контролировали, потому что в течение 7 дней это надо сделать. Или вы сами делаете, или вы уже нашли бухгалтера и проконтролируете, чтобы он вам это спожонтил. ват-эр не обязательно, если вы решите работать без ват-эра, он не есть обязательным сразу, так, но, что такое не 8, давайте тоже расскажу, он вам пригодится, этот, на будущее, вообще, на всю вашу деятельность. Это внесок о актуализации вас как компании. Когда мы зарегистрировались на КРС, КРС узнала, что мы существуем как фирма, а в налоговую себя как бы зарегистрировать, свой счет, который я поставила, видите, выше, обязательно открыть, где ваши кшеншки вот эти хандловые, то есть, или у вас лично, или у бухгалтера в этом пишите, и месяц проводения диагностики. Иногда бывает, что компания у вас зарегистрирована в одном месте, а месяц проводения диагностики может быть в другом. И на протяжении всей деятельности, пожалуйста, помните, что если вы это меняете в месте проводения диагностики, обязательно информируйте своего бухгалтера об этом, потому что он не может знать, а ужин скорбовый хочет знать. Это особенно связано, когда, например, где-то кассу фискальную установите, а ужин скорбовый не будет об этом знать. Обязательно и через не 8 согласить это как новое место проводения диагностики. Что такое ПЦЦ? ПЦЦ это налог на внесенный вот этот он составляет полпроцента от 5000 это 25 злоток и их тоже надо внести. Корешочек дать бухгалтеру это ваш расход и это даже пойдет еще и в кошки. Поэтому есть вопросы на внесение уставного капитала. Что такое ВАТ-Р? ВАТ-Р это внесок, в котором компания говорит о том, что она хочет стать ВАТ-овцем. ВАТ-овцем это НДС. А мы можем не хотеть стать ВАТ-овцем? Смотрите, вы можете не быть ВАТ-овцем, но есть определенные виды деятельности, где вы обязаны быть. Это даратство, это хандл, то есть продажа, это услуги например мои как бухгалтерские, гастрономия, есть виды деятельности, которые освобождены вообще, учителя освобождены, массажисты, кстати, вот мы сейчас тоже столкнулись, освобождены при условии, что у них есть высокая квалификация, то есть он подтвердил, что он закончил университет, имеет какую-то степень, тогда он может быть освобождены, это может быть свадат, но на самом деле дараться, податковые, для чего они же не продают, не покупают, не продают свои послы, вы им платите от себя, а ему что? Ну не знаю, мы можем иметь свое мнение, закон о НДС может говорить нам что-то обратное, почему нам этот НДС может быть и не нужен, вот яркий пример, как Ярослав говорит, что он не нужен, они же дают услуги, то есть что мы получаем, когда мы становимся НДС-никами? Мы получаем на выходе завышенную стоимость на сумму этого НДС-а, получается, что если вы учитель или любой, кто дает вот эти вот услуги, дараться, работал, и его услуга стоила бы 100 злотых, то в конечном итоге консумент, то есть физическая особа должна заплатить 123, если эта компания, ну ей все равно, ей ВАД пришел, ей какая разница, она отдаст ему или отдаст налоговую, так, НДС, напомню, это надбавленная стоимость, так, это не ваши деньги, услуги, поэтому если он работает без НДС-а, то его услуги остаются 100 злотых, и я как клиент иду сюда, тут стоит 100, а тут 123, куда я пойду? Ну, конечно, там где 100, поэтому НДС, иногда вот люди не хотят его, потому что, я работаю с физическими особыми, зачем мне завышать стоимость, а если он оставит 100 бруто, тогда он должен 23 с этих 100 все равно заплатить, вы понимаете, да, то есть, и многие также думают, что это его налог, который он НДС должен заплатить, нет, помните, что ваша услуга, независимо НДС или НДС, должна остаться нету, но только если вы умышленно хотите занизить свои услуги, да, на эту сумму НДС-а, а вообще, если вы раньше услуга 100 злотых, то и после она должна быть 100 злотых плюс НДС, но нет смысла со своих денег, да, урезать вот этот НДС. По этому вопросу еще что? У меня вопрос по поводу электронной подписи, как ее получить? Как ее получить? Смотрите, я здесь выделила дверь, ЭКУАП и квалифицированная подпись. Это две разные вещи. ЭКУАП получается на основании ПЭСЭЛя. Первое, надо получить ПЭСЭЛ, после чего, после, ну, знаете, да, что это? На основании вот временного регистрации он автоматически присваивается, и регистрируясь в интернете, вы себе регистрируете вот эту подпись ЭКУАП, чем она отличается от квалифицированной? Эта подпись является неким подтверждением внутри системы, внутри платформы, это государственная возможность бесплатно людям уладить, да, облегчить жизнь и иметь возможность подписывать все документы вот этой подписью. Ну, я сказала, вроде все, все, да не все. Вы имеете возможность подписать документы на самом деле все, но иногда они будут нечитаемые контрагентами, ну, например, договор, если вы подпишете этой подписью, он автоматически его после подписания делает XML формат такой, и он не может по-другому, просто не может. Если вы этот отправляете кому-то XML, то контрагент не сможет этот договор уже распечатать, вот как бы вы подписали его там, ну, то есть, это некий уже электронный документ, он служит только для ужендов и так дальше, он читается всеми государственными службами, но обмениваться это как личной подписью и подписывать документы в PDF формате или договора вы не сможете. А квалифицированная подпись, это сейчас уже она такая маленькая, как флешечка, вы ее сюда вставляете, подписываете документ и можете сохранить вот этот PDF формат. То есть, ее надо покупать? Да, и она приобретается отдельно, она стоит, средняя цена на рынке это 200-300 злотых за год. Каждый год надо будет потом обновлять уже по более низшей цене. Эквак тоже, он бесплатный тоже на год. То есть, тоже знаете, что у вас будет не то, чтобы один раз зарегистрировали, он у вас есть всегда. Придет момент, когда его надо будет все равно продолжать, потому что не сможете подписать. на почту и на почту отправлять. За 7 дней придите, пожалуйста. ну, напоминает, да, да. А в этом можно что-то общее, дайте подтверждение, я дал подтверждение и по-моему, на 3 года и что-нибудь дальше. Уже дали, да, следующие? Да. А как это вот покупает церковь квалифицирование? Как есть? Смотрите, это есть три основные фирмы, Ассеко, Церту, можете записать, и Евроцерт. Их на самом деле больше. Мы сотрудничаем с Евроцертом и уже ждем подтверждения как официальный партнер. Здесь нам... А вот так в Украине, я думаю, что есть в Евроцерт, потому что у меня на фирме в Украине то мы тоже электронный педпись, так само. Мне кажется, что это на Церкви может быть, потому что они зашли на рынок несколько лет тому, назад, и в основном так были направлены на, украинца, вот как-то, мне кажется, что там даже владельцы. А можно еще раз назвать? Евроцерт. А что больше принимается в практике? Эпуап или... Я бы сказала, на первых порах клиенту достаточно эпуапа, а потом уже я бы советовала взять эту электронную подпись. Что значит квалифицировать? На первых порах, пока вы зарегистрировали фирму, пока вы для заключения договора чаще всего встречаетесь с контрагентом, есть возможность вас подписать. Потом, когда этих 5-10 договоров, кучу контрагентов, вы уже не ездите к ним, у вас уже, да, пошло как бы вот такой оборот, и вам легче сесть, включил флешку, подписать, и все. Я тут вам не скажу полгода, год, но в зависимости, как вы быстро вот наберете обороты. То есть сразу бежать за этой подписью, я бы не советовала, достаточно для регистрации, бы хватило бесплатной, но если вы знаете, что вы будете работать, и у вас сразу будет там 15 договоров, они все в разных городах, да, то есть специфика вашей деятельности предусматривает, что вам надо подписывать, будет электронно, много. Второй вариант это обмен письменными версиями. Как это происходит? Они отправляют вам, подписанное своей стороны, почтой, вы подписываете, и второй экземпляр отправляете им. Ну, это время пойти на почту, получить, отправить, опять же, неудобно. Поэтому в таком случае, как я говорила, ЭКОП вам вы не подпишите, а квалифицированную подпись вы подпишите. Ну, а теоретически может выглядеть как аренда вычислить электричество или показания услуг. В каких условиях платить надо, и без каких-то. Давайте так, для того, чтобы вот так сходу сесть, ответить, надо нам или не надо, это не сегодня, да, и не сейчас. Потому что это выглядит так, я слышу, а на самом деле так, это надо сесть, посмотреть. Есть, взять определенный заломочник, посмотреть, подпадает это в обязательный или не подпадает, ну, на память я этого всего не помню. Электротехника и все, что связано с продажей электротехника, подпадает под ВАД. Если это, я слышу, услуги, услуги почему? По ремонту? Услуги по указанию IT-услуг. А, IT-услуги? Нет, нет. IT-услуги. IT-услуги. Агентом чувствительных мощностей. Но это уже что-то другое. Вы IT, у вас будет свой сервер, и вы будете, типа, как хостинг, да? Нет, ну, группа да, скажем так. Ну, давайте это отдельно разберем, сядем послушаем. Итак, второй у нас вариант, это открытие компании через нотариуса. Очень часто используется, если, я бы его советовала, если вы открываете компанию А, с людьми незнакомыми, Б, если вы хотите иметь доли в компании, но при этом иметь силу голоса выше. То есть, что это значит? Помните, что с полка зоо это разделение долей между всем участниками, кто открывает компанию. И у вас может быть долей меньше, например, 40, но ваш голос может быть, это называется пшевелли и ванной, то есть, у вас принятие решения в компании может быть сильнее в полтора раза, то есть, на 60%, так, ни один к одному. И этого не сделать в компании, если вы открываете электроничнее, там договор стандартный, простой, и юристы очень часто его называют «шмечувка», потому что им на самом деле выгоднее открывать компанию через нотариуса. Я бы советовала стартовать интернетом, чтобы вы пока все это поймете, вы всегда можете с интернет-договора перейти, прийти к нотариусу и изменить то, что у вас там есть, сделать новый, какой-то пожеланный себе договор, потому что если сразу идти к нотариусу, ну, редко я встречала, что человек заранее знает, что он хочет, если у него уже, конечно, был бизнес, да, и так дальше. Но если вы только начинаете, то интернет-вариант будет проще, дешевле и быстрее. Первое, что нужно помнить, статут компании в форме нотариального акта это то, о чем я только что вспоминала, это то, что у нас договор, который есть там в системе С24 в электронном виде готовый, то здесь в этом случае нам надо его создать. Если вы это можете, окей, чаще идут к юристу, к нотариусу, для того, не к нотариусу, к юристу, чтобы он им помог создать этот договор. Это дополнительная трата на рынке плюс-минус 500 злотых на это и выше. Чем сложнее договор, тем цена будет расти. Дальше срок. После этого вы идете к нотариусу и нотариус подписывает, при нотариусе подписываете, да? А в первом случае помните, мы что делали, у нас были вот эти подписи, мы вставляли флешку или ЭПУАП электронно там внутри подписывали. После нотариуса мы подаем в бумажном варианте документы в тот же КРС, ЕКРС, который я говорила, там платформа, а здесь в КРС, который согласно вашей щедибы. Он не есть тот же, только один. Согласно щедибы надо найти, какой ваш сон трояновый, для Варшавы чаще это Черняковска, и там они разделены, четыре есть сонда, то срок регистрации тоже в этом случае длиннее, аж 21 день, может даже и больше. У нас одна компания уже у нас 26 дней, мы звоним, что такое, уже как бы пять дней мы ожидаем, что не знаем, в стадии верификации. Все, они не объясняют ни да, ни нет, вы просто можете вот так вот ждать, и на это никто, к сожалению, повлиять не может. Есть один способ, это составление такого письма с пшеспешением, для этого мы тоже это делаем, этот способ используем, как вы бы могли ускорить это, просто знайте, будете ли вы лично делать, неважно, просто знайте, что он есть, составить письмо об шеспешении, то есть рассмотрите мой внесок в скором времени, потому что у меня есть А, контрагент, Б, я уже хочу платить ВАТ, я уже хочу платить налоги, вообще тормозите этот мега супер бизнес, все, рассмотрите бегом, и они действительно реагируют, и такие заявления могут рассмотреться в первом порядке. Так, что нужно помнить, Нипр и Гонг присваиваться точно так же, вы не выделяетесь среди других компаний, ничем, откроете вы через интернет, или так, единственное, что в, это называется, отпис актуальный, или отпис полный, это информация, которую можно взять с КРС, вытянуть о любой компании, то там будет написано, у вас компания была зарегистрирована с помощью акта нотариального или с помощью без, но для этого надо зайти, найти в КРС, и стянуть вот этот вот выдруг, ну, мало кто это будет делать, поэтому внешне вы ничем не будете отличаться от компании, независимо от способа ее регистрации. Счет, тоже самая процедура, тут детально уже, наверное, не буду останавливаться, 5000 вам также нужно внести, минимальный платеж, ПЦ, чаще нотариус у вас уже попирает оплату, поэтому ПЦ надо смотреть, если это внесено в акт нотариальный, что уже был этот налог был взят, то вам тогда не надо два раза его оплатить, если в акте нотариальном это нет, то помним об этом ВЦЦ, ВАД и не 8, да, это делает бухгалтер, но вы это помните, что это основные документы, которые нужно сдать вам, как за желтую. Поэтому, есть вопросы какие-то? Вопрос, 5000 злот под усерной капитал и 1100 евро, это примерно, если люди только приехали, он пока не знает сколько это, это я примерно перевела сколько это, то есть не от и до. А, понял, 5000, просто 1000 студентов, а не 1100 евро. 50 тысяч, то 5000 минимум, просто таки. Но, скажу по стандарту, что все 5 пишут. Не, но пишут 5, потому что это и минимум 5. Да. Пишут 5, а так, что в большинство вкладывают 50, и у них совсем меньше привилей. Да, вот у нас есть транспортная компания, для того, чтобы он взял третью машину в лизинг, и больше 3 пунктон у них ездят вот такие фуры, то банк ему сказал, что у вас что-то очень маленький уставной капитал, у него тоже был 5000, и тогда мы повышали его там на 10, на 20, на 40, потому что третью машину в лизинг уже не дают. Иногда могут после второй машины, так сказать, а может и на первой могут так сказать, да, то есть что такое, давайте еще, может я детально оставлюсь, а вообще что такое это 5000? это да, в спутнике говорят в Польше, что вот мы открываем бизнес, у нас есть заобеспечение, что если вдруг что случится, вы всегда сможете эти деньги взять, стемну. можно еще один вопрос? Конечно. Допустим, вот по вату вопрос, если открываем сполку в Польше, а предоставляем услуги, скажем так, рабочую силу в другом государстве, европейском, допустим, в Германии, в Бельгии, и заключаем договор, получается, берем работников на работу, заключаем договор с немецкой фирмой о том, что мы отдаем ей работников, получается, немецкая фирма нам перечисляет. Нам надо налог в ВАД? Значит, смотрите, модель, о которой вы говорите, это модель, когда немного предприниматели хотят уйти от налогов, не платить за работника в Германии, их трудоустраивают сюда. Здесь очень важно, что написано первое в договоре между двух контрагентов, то есть вы, отдавая работников, можете отдать их в Лизин, или вы, как компания, там выполняете работы. Это две разницы. Если вы, как компания, выполняете работы, и ваши люди работают на вас, и вам платят за услуги, и вам выставляют фактуру за будовлянку какую-то, то они вам выставляют с нулевым ВАДом. А если в Лизинг? А если вы даете в Лизинг, то вы берете за разные услуги деньги, так? Если вы даете людей в Лизинг, то тут надо смотреть, что, по-моему, это не обязательная видительность, которая должна облагаться НДСом, ВАДом. И в этом случае тут надо смотреть, или вы НДСник, или не НДСник. То есть вы поняли, процесс, модель одна и та же, но очень разные... Там просто в факторе пишешь Лизинг твоих працовников, а тут подбираешь працовников и пишешь там... За такие-таки это условия. И разница в чем? Когда ваши работники выполняют, вы как компания несете ответственность, что там сделано. И если например через год это строительство, через год что-то там нарушено, вы как компания должны быть обязаны это направить. А если вы отдали людей, то эти люди выполняют услуги на жечь инного подмета. И вы не несете за это ответственность. Вы просто отдали людей и все. Но этот вид деятельности знаете, должен быть лицензия и сертификат. Сертификат на пошредниц в Франции и лицензия на лизинг людей. агенция Франции 3-4-4-5. Окей, и чем мы далее? Важно помнить о чем? создавая компанию и придумывая название, вы не сможете зарегистрировать, если такое название уже есть. Поэтому оно должно быть немного уникальное. Если вы какое хотите такое и вписали, то придет отказ, если в этом воеводстве. кстати, если в другом воеводстве, то названия могут быть одинаковые. То есть, если в Мазовецком есть RPI, то может быть смело RPI где-то там в другом воеводстве. Так, адрес и важно помнить название адрес. Так, что касательно адреса. Адрес компании может быть или виртуальный, или по вашему месту деятельности. я можете даже не фотографировать, я вам отправлю, если захотите. Адрес виртуальный или адрес вы получите, когда подпишите с кем-то, например, как мы этот логол арендуем, так, и это может быть ваша седима компании. А может быть, помните, как я говорила, есть отдельно виртуальный адрес, а вы работаете в другом месте, да, то есть это месте выполнания деятельности. Поэтому здесь нужно помнить, что есть виды деятельности, например, как рестораны, парикмахерские, где обусловлено, что люди приходят услуги получать, то вы с виртуальным адресом не прокатите. Вас будут требовать договор нормальный, что к вам приходят люди, так же как агенция прадцати обчасовой, к вам же приходят люди, да, и те услуги, которых вы говорите, предусматривают размову квалификационную, что выдавая людей, уже даете готовых людей, вы с ними прошли размову квалификационную, себе рассмотрели и так дальше, говорите, да, этот подходит, и вы его направляете, а если вы работаете как пощадинство праций, Васю нашел, отправил, так, то есть вы просто делаете, как бы вместо них ищите кандидатов, виды деятельности, бытует мнение, тоже, которое я хочу развеять, что для компании нужно указать максимум 10 видов, кто слышал такое? Я. Да, есть такое мнение. Один основной? Да, и один из них основной, то есть 9 и один основной. На самом деле это является правдой, но частичной, потому что есть умова спуки, в которой у нас может быть и 20 видов деятельности. Но в КРС просто явных будет видно 9 плюс один основной. И когда вы предоставляете услугу, которая не видна из КРС, и вас могут отдельно спросить, а почему вы ее, какое право имеете ее предоставлять? А вы такие, опа, у меня есть умова, согласно умове, я могу. Бывали случаи, что отдельно вас могут попросить у жен скорбовой этот вид деятельности с умовы сделать в КРС явным. То есть, чтобы каждый, кто зашел, мог видеть. Особенно, если это ваш видитель, с которым вы часто будете уже, он как основной, а его не видно, он где-то в умове, тогда надо будет его перенести из неявных с умовы туда в явные, а один какой-то спрятать. изменения, нам нужно платить 350 злот за каждую крапку икону в КРС. Если чуть скорбовать, 350, то корбовать. 350 и сбыл. Это вот этот код ПКД. ПКД. Да, да, да. С кого 350 до каждой, любые изменения, да, изменения владельца, изменения видов деятельности, изменения сидибы, изменения вспульника, неважно, будь то это одна единица или сразу все, официальный платеж все равно 350 злот. Если компания открывалась через интернет и у вас есть доступ 300 злот. На 50 злот. дешевле, чтобы вы еще одно преимущество получили. Так, что касается видов деятельности, здесь управление. На чем я хотела здесь сделать акцент и рассказать, что иногда люди думают, что вот он открыл компанию, его компания, ну и все. И вот независимо от того, кто у него директор. То есть тут надо помнить, что если у вас доли или нет, это всего лишь долевая ваша часть, есть компания важный элемент это управление компанией. Вы можете быть в этом управлении, как особо, которые имеют доли, а можете и не быть, вы можете нанять себе директора. и в чем разница? Да в том, что если вы в спульниках, то вы отвечаете до высокой сети вот этих 5000 злотых, до высокой сети этого уставного капитала, а если вы уже в директорах, то вы несете ответственность полную все свои майонки, в Польше, которые там, если захотят, конечно, найдут где-то за границами, но пока мы говорим о том, что у нас тут есть машины, еще доли в компании, потому что спулка зот, спулка капиталова, это некая даже инвестиция. Когда меня спрашивают, а что лучше открыть, в идеальности однособовую или спулку, для того, чтобы их разделять, надо понимать, а с какой целью вы создаете. Потому что однособовая идеальность, это господарча, это быстро, легко, любые изменения, вы там ни за что не платите, в спулке зо более сложнее. И вы можете иметь доли в спулке зо и не заниматься управлением, при этом не нести ответственность, а в однособовой идеальности вы себе не можете найти человека, который бы за вас нес ответственность. В вашем имени может быть полномочник, который выполняет задание, но за его задание несете ответственность. полномочник может и подписывать. Если вы дадите в... Отвечают например, мы откроем на сына, например, сын студента и на него открыть, потому что вроде условия лучше, да, студента. Вот открыть фирму и я буду, например, подписывать, он будет в класс. вид на жительство отдельно обратила внимание, потому что часто люди открывают компанию, потом не могут к сожалению получить вид на жительство. Помните, что способ получения вида на жительство через компанию сложный, долгий, дорогой и не всегда позитивный. 90% отказа, но есть люди, которые и получают. Всего лишь надо выполнить три условия. создать два рабочих места для граждан Польши или иностранцев, там написано или иностранцев, но иностранцев или с картой поляка, или с остальным побытом. Создать два рабочих места. Далее, это могут быть обороты в компании, с которых доход составит минимум 12 рад минимального прожиточного минимума. Для Варшавы это около 60 тысяч, с которых вы заплатите налог. Тогда вид на жительство можно получить. Ну и третий вариант бизнес-план, по которому все идут, но доказать что-то бизнес-планом, при этом ничего не имея на счету, это искусство. Я готова поаплодировать тем людям, которые выражают. Да, Я скажу так, что по практике за последний год очень тяжело получить. То, что надо взять двух поляк, плюс надо взять на новую операцию, на целый этап. А то, что вы заплатите, как указала практика, обороты в 3 миллиона злотых за год людям отказали. А потому что обороты, вы слышали, я сделала на что, не на оборот, оборот, с которого доход составил. Прибыль 600 тысяч. 3 миллиона оборота 600 тысяч. 600 тысяч. И отказали. И бизнес-план, и проект, и куча земель, и куча всего. Отказали, могли по какой причине? Ну, то есть, это они выполнили, но и кучу еще и другого. Поляк у них, по-моему, затруднено официально порядка 13 человек. Долгомые убраться. Поэтому рекомендую ли я идти этим путем? дай им слово, что-то. Здравствуйте. Если у меня просто поляка, я не хочу делать послуховую. Так. Но хочу открыть смысл в этом маленьком обе в обе одежды. Я как иностранец больше налогов и управлять или налогов? Налоги не связаны с гражданством. Нет. Они связаны от того, какое вы выбрали себе открытие бизнеса или сполка, то сполка. Если идеальный господарчик, то идеальный господарчик. Ага. Поняла. Вообще карту комнаты все-таки если имеется какой-то порядок, можно и не открывать? Нет, вы не обязаны, конечно. только тогда вам нужно визу вы имеете. Каждый раз виза закончилась, поехали, сделали. Вы имеете легальное право пребывать на визе, в виде на жительство и так далее. визу особо не участв ни как каждого это не считает. Ну смотрите, для ведения бизнеса нет, но могут быть возникнуть такие проблемы, что вы придете в банк, они скажут, что у вас нет карты побыта, ну да, я хочу кредит или еще что-то. То есть карта побыта это привилегия показания того, что вы имеете связь с Польшей, это ваше легальное пребывание, и вы здесь проживаете, вы имеете место где жить, вы обеспечены, ну потому что там выдаем же документы, что у нас есть работа, покрывающая наши, да, то есть вы являетесь человеком, который более ярый, голодный по-большей, по-русски, по-русски, надежный, да, а если виза вас ничего не связывает, вы в любой момент можете уйти, вам вряд ли откажут, вам вряд ли там большой, ну там не знаю, тысячу дадут, да, но если вам надо взять оборудование или еще что-то, карта попыток будет показывать вам больше открывать двери.